Всем привет, дорогие друзья! С вами Некрос, и мы продолжаем играть в Undertale Battle Mode. И у нас осталось примерно три персонажа. Итак, начнем мы с Бургер Пэнса на пути геноцида. Появляется окно с диалогом, где выбрана угроза. Извини, маленький псих, но угрозы на меня не действуют. И начинается битва. Я не могу отправиться в ад, потому что у меня закончились выходные. Бургер Пэнс хочет вас зажарить, прямо как очередной бургер. Итак, чара, пятнадцатый уровень, семьдесят шесть здоровья. Пощада не работает. Предметы не работают. Действия, проверка. Бургер Пэнс, атака восемь, защита два. Глупец. Это что? Это лопатка? Лопатка Спанч Боба. Опасно. Заметили, да? Удар был по нему сделан, как будто бы. Это, видимо, баги. Удар. Сто, но потом сто шестьдесят пять. Непонятно. Бургеры полетели. Так. Так, опасно, опасно. Бургеры. И опять анимация удара. Слушайте, так... По нему три удара получается... Сделать, и все. И он погибает, что ли? Ну, бургеры по семь бьют. Нормально. Ну, я так понял, у него только две атаки. Мне девятнадцать, и я уже потратил... Свою жизнь, видимо. И что заставляет тебя думать, что я... Может быть... В аду мне дадут второй шанс? Ну, в принципе, довольно грустно, да. Но не без багов. Хорошо. А, я думал, эта игра зависла. Нет, она медленно... Медленно уплывает. Экран медленно темнеет. Так, теперь перейдем к пути пацифиста. И это будет... Знаете, кто это будет? Это будет Санс. Только написано почему-то Сан. Так. Ну, поехали. Санс стоит здесь. Действия. Проверить Санс. Одна атака, одна защита. Правильно. И, о боже мой, какая сложная атака. Как же сложно. Постарайся не повредиться. Не получить урон. А если его атаковать? О. А почему я его атаковать не могу? Так, я перезагрузил игру и попробую ударить снова. Воу-воу, малой. Ты же не хочешь никого поранить? Действительно. И снова. Это ужасающая атака. Специальная атака. Так, что же еще можно сделать? Действия. Поговорить. Все было нормально, но ты показал, что было бы неплохо, если бы что-нибудь случилось, чтобы что-то поменялось. То есть тут очень сложная, опять же, шуточка. И вместо nice хорошо написано ice, лед. Ну, санс в своем репертуаре. Ну и давайте шуточку расскажем. Это была неплохая шутка, малой. Но тебе нужно изучить бедренную кость? Серьезно? Ну, я посмотрел в переводчике. Фэмур — это бедренная кость. Причем тут бедренная кость? Ладно. Пощада. Спасибо, малой. Как насчет сходить к Грилби? Ну, пойдем. Ну, сначала надо третью битву посмотреть. Третье сражение вообще непонятное. На пути нейтрала, а он тут есть явно, есть монстр, который называется Лускай. Какой-то, видимо, глаз. И, судя по всему, у него частично голос Санса. Лускай заходит в комнату. И что же с ним можно делать? Ну, допустим, пощадить. Откуда я знаю, что ты не хочешь нанести мне вред? Причинить мне вред. Странные атаки какие-то. Слишком много глаз. И он издает какие-то смешные звуки. Так. Не работают предметы. Действия. Проверка. Две атаки и ноль защиты. Ой. Это было неожиданно. Слишком много глаз. Кэптивейт. Это что? Это ловли или поимка, или что это такое? Это баг. Ребята, мы поймали баг. Нужно битву переигрывать. Но можно сделать проще. Он убивается с одного удара. При этом фриск первый уровень. Теперь переигрываем и пытаемся с ним уже подружиться и пощадить. Так. Пробуем еще раз. Надеюсь, бага не... В смысле, пощада? Че так рано-то? Я ничего не нажал даже. Итак, друзья. Я снова перезапустил игру. И... Я, кажется, понял, что означает Кэптивейт. Смотрите. Я нажимаю, и он говорит, я слушаю. Кэптивейт, как я понял, означает что-то вроде заинтересовать. То есть фриск, видимо, рассказывает монстру что-то интересное. Итак, опять нажимаем. Я слушаю, троеточие. То есть продолжает слушать. И... Но продолжает и атаковать. Теперь я все вижу четко. И нажимаем пощаду. Спасибо. И мы его пощадили. Все нормально. Ну что ж, друзья. На этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И увидимся в следующих видео. Всем пока.